хорошие люди евросоюз объявил что 22 февраля будет решаться и как они сами сказали это называется решение века мы полностью отдаляемся от российской федерации либо других вариантов нет и я хотел бы с вами это обсудить и в конце немножко посмеяться потому что в питере установлен памятник золотому ершику видео потрясающе хорошего просмотра поехали добрый вечер всем хорошим людям друзья сегодня сделаем очень хитрый ход обычно то что мы говорим в конце иногда на нас подписываются не те хорошие люди с которыми нам комфортно общаться поэтому мы всем сразу скажем живи беларусь слава украине алга казахстан и россия без путина сейчас мы отсеем всех кто не разделяет с нами видение 21 века кто живет еще в девятнадцатом веке и обсудим следующие вопросы надеюсь конце видео я вас рассмешу у меня для вас подготовлен смешной материал но самая серьезная часть которую я бы с вами хотел обсудить начнем прямо сейчас это посещение господина барреля верховного представителя европарламента россии три дня госпропаганда российской федерации стебалась как лавров его скажем любезно отшлепал и отправил ни в чем ни с чем и полностью опустил его и приземлил на землю что россия это все евросоюз это ничего вчера на госпропаганде позиция поменялась потому что сначала на же запа этого барреля наехал представители европарламента 80 человек сказала ты был очень слабый в этих переговорах зачем вообще ты туда полетел евросоюз его представитель не может так себя вести таким слабеньким игроком россия радовалась и тут вдруг баррель взял слова сказал следующую вещь где заключительные слова обратите очень-очень внимательно но мы с вами обсудим я как обычно буду прерываться давайте послушаем тарика действительно человек долго работает заслуженно уважаемый он был вынужден публично отказаться от своего мнения посмотрите каким агрессивным он был вчера за трибуны хотя в москве риторика была диаметрально противоположной целью моего визита было в лицо и прямо в глаза рассказать о том что вызвало наше беспокойство и они этого не оценили знаете украина очень долго мечтает чтоб все эти обеспокоенности евросоюза наконец-то для них в голову дошло что путин мнит себя настоящим царем властелином мира и что от него лично его окружение и пропаганда российской федерации страдает очень очень много людей на этой планете мы не говорим на тех людях кого он вообще убивает оппозиционеров россии мы говорим про украину молдавию грузию беларусь не было диктатора пу уже не было диктатора лу это абсолютно всем понятно но белла депутат главное этот европарламента он все-таки мечтал по-человечески договориться с россией он это искренне говорит я этому тоже верю что у нас президент зеленский тоже очень мечтал договориться с диктатором но судя по всему два года ему хватило чтоб он прозрел все таки он миролюбивый а тут же с ним противостоят но убийцы как миролюбивыми не бывают они же главные мафиози мира дело алексея навального было в центре моей напряженной дискуссии с господином лавровым я также хотел проверить заинтересованы ли российские власти в попытках обратить вспять ухудшение наших отношений и использовать возможность для более конструктивного диалога ответ был ясным нет они не готовы что я извлек из этого визита россия скатывается по опасному авторитарному пути во время моей встречи с сергеем лавровым наша дискуссия стала накаляться я также спросил могу ли я встретиться с алексеем навальным они направили меня в суд но это было невозможно потому что господин навальный сидел в этот момент перед судом но высокопоставленный представитель моей делегации все же встретился с адвокатом навального новости о высылке трех дипломатов на основе необоснованных обвинений появились в тот момент когда мы заканчивали переговоры и об нам объявил не российская сторона мы узнали об этом из соцсетей я понял что это было ясным сигналом встреча была окончена конечно неприятно осознавать что в центре его дискуссии не стоит вопрос донбасса не стоит вопрос крыма а стоит вопрос навального ну пусть уже навальный будет тем самым тараном как все говорят который сможет этого кощея безумного пробить потому что этот кощей который сидит и себя в бункере он же уже замучил всех и его вот это постоянное поднятие как все любят говорят поднял путин ставки поднял путин ставки рано или поздно его кто-то переедет кто играет в покер знает а иногда просто когда объединяться за столом шесть игроков против одного шансов у этого 1 даже если ты самый великий покерист в мире не существует и сейчас мы подойдем к самой ключевой фразе от чего даже пропаганда прозрела потому что даже этот спокойный дедушка который ехал с миром который хотел договариваться который хотел искать какие-то точки соприкосновения отпустите навального и мы вам все простим у украину и все на свете но я утрирую конечно это дедушка сказал следующее слушайте мы находимся на перепутье в отношениях с россией и должны принять решение века двигаться к сотрудничеству или отдалению от россии мы обсудим это на встрече глав мид ес 22 февраля мне здесь очень нравится ключевая фраза где миролюбивый представитель говорит решение века то есть это не обсуждаться будут 22 числа просто опять какие-то санкции это уже будет обсуждаться направление развития евросоюза конкретно отдаляться пока вопрос не идет о секторальных санкциях это убьет понятно путина вообще очень быстро над этого пострадает все страна но я до сих пор верю что что лу что пул цивилизованный мир должен прийти к тому чтобы свергать с помощью дворцовых переворотов потому что эти два диктатора готовы пролить крови очень очень много и жизни своих людей абсолютно не жалко они все рассказывают сталин велик до сих пор и подводят людей к тому что вокруг одни враги и все мечтают их не крови хотя это просто они держатся за свои сундуки так вот по поводу дворцового переворота я очень верю что если наконец-то европа с америка объединиться в своих санкциях навальный там с волковым подали 35 человек кто-то слышал что надо вообще вести там про 500 7 но они должны быть направлены не только на фамилию там не знаю абрамович она всех всех его родственников и на все активы потому что они же выкачивают деньги из россии потом подымают людям там пенсионный возраст а недвижимость дворцы яхты своих деток все они находятся в европе или америке вчера там позавчера скандал у нового там этого главы ржд сын 33 года владеет только недвижимости в европе на 50 миллионов евро вот когда все чиновники все олигархи вся кормушка почувствуют что тучи сгущаются и все что они так непосильным трудом грабили из россии из бюджета у них просто заберут заберут у теть у дядь у дальних родственников у близких родственников у них них детей детям скажут санкции едьте учиться в воронеж москва ведет ответные санкции ни один ребенок госчиновника евросоюза не должен учиться в магадан ходить в школу или еще там куда-то мы никого не пустим ну это ниже ответные санкции всегда вводятся и все же мечтают поехать учиться в россию то вот если закрутиться этот маховик и пусть даже в круг 35 сейчас крупных семей включат санкции но включат их не в персонале а еще в их них всех наследников и покажет что друзья вы можете жить у себя внутри как северной галереи заточены на не видеть ни мира не плавать не в океане не там в средиземных морях не жить в англии это очень сильно может подействовать и я думаю что для супер мягких демократов скоро начнет доходить по другому невозможно видно что все равно панических атак по ночам от дедушки не дождешься но что касается санкции это вопрос важный вот на основании чего теперь будут принимать санкции и какие фамилии будут включать в эти санкционные списки фамилии тех кого рекомендовали вот эти товарищи сидящие за рубежом волков ашурков и навальный на этом они будут основываться но теперь все ток-шоу пройдут против кого введут санкции их опять объявят героями россии всем дадут медали как любит путин освободит весь свой круг друзей от налогов 5 все страна и будет тащить и будут все рассказывать что это введено против государства россии хотя будут я уверен быть точечно жестко по персонале ведь материала кто сколько из россии украл я уверен у западных спецслужб просто хватает на любую страну бывшего пост совка просто они туда инвестировали эти закрывали глаза сейчас когда поняли с каким они встретились субъектом то наверное их уже это тоже немножко достал или будут мягко путину просить отвалить от власти как и обещал сейчас бы я хотел немножко таких вам пару видео прикольных ставить но первое когда путин плохой самая лучшая поговорка вы знаете царь хороший бояре пусть путин вчера в прямом эфире опять разыграл концерт что как это так старшие научные сотрудники получают 25000 средняя зарплата 39 значит у нее должна быть 80 она срочно разобраться срочно всем поднять зарплату я не знал ну как обычно вот такие глаза на всех наезжает но при этом очень классно есть видео когда ему озвучивают цифру 39000 и как он смеется хочу чтобы это увидели то есть он в шоке от среднего уровня зарплаты а еще он больше смеется что наука получает по 20 тысяч 25 тысяч рублей средняя средний уровень заработной платы в новосибирской области какая какой уровень сейчас средний уровень заработной платы 39000 39000 средний ну всем смешно смотрите пару кадров первое видео и второе это питер они показывают хоть пропаганда горит наши протесты от беларуси совершенно разные они отличаются полностью но кроме того что бьют безоружных людей все остальное вроде бы как бы отличается ну если диктатор борется с красно-белым цветом из-за снеговиков из-за елочки сажают людей ну из-за тексту шарики в школе вдруг кто-то красно-белый принес выпустил то в питере посмотрите как борются ищем фонтанки а тут целая операция пожарные лестницы достали это шланг я думаю что господи случилось кто-то утонул но нет тут целые спецотряды если в республике беларусь бегает личный пресс-секретарь лукашенко и срезает ленточки то здесь пока только на снегу написанное слово навальный вызывает уже несколько нарядов пожарных машин милиции не все бегут на воду стирать но я считаю что питер сделал самую уникальную вещь этих протестов он увековечил путина то как он войдет в историю по крайней мере вот пока я пишу видео говорят что четыре часа этот памятник стоит ну наверное пока мы уже будем смотреть его уже не будет но это потрясающе то что они сделали ну я вам скажу вот этот золотой ёршик сделал просто сегодня с точки зрения юмора весь мой день но и завершить видео я бы хотел вот этим сюжетом я его комментирую позже наконец-то добрались и до меня я уж честно говоря заждался разумеется чтобы устоять режиму надо удавить всякая свобода мыслия он решил не мелочить с режим и сразу начать с того кого он вероятно считает символом вольнодумства и дерзости несомненно это честь для меня и я очень польщен мне и самому интересно получится ли у режима сделать миф из сталинской пропаганды в том числе космодемьянскую обязательными к беспрекословному некритичному и бездумному почитанию рабами режима и в 21 веке тоже разочаровавшись в новичке они решили теперь травить рио то есть военно-историческим обществом очень правильно этот яд позабористый будет да и я собираюсь нарушить пиратскую традицию я не каяться не извиняться не буду это я подвел к тому что у александра глебовича сегодня наверное будут самые интересные невзоровские среды которые мы будем обсуждать ближайшие дни еще вопрос по поводу фонариков которые зажгут 14 числа знаете я сначала не верил в саму идею как-то отнесся к не очень скептически но то как я сейчас обсуждают на всех пропагандистских каналах как всему дозвоны на них рассказывают и там зам как-то думы толстых рассказал что зажженные фонарики вечером 8 вечера ему напоминают как диверсанты в блокадном ленинграде или где там зажигали фонари шум бомбили фашисты но у них вообще уже чердак едет поэтому мне кажется что даже не волков раскрутит эту акцию сама пропаганда и и раскрутит обсудим это завтра послезавтра если смогли досмотреть до конца значит мы на одной волне подписывайтесь слава украине живи беларусь алга казахстан россия без путина хороших людей больше всем классного вечера